всем привет дорогие друзья начинаю свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту но а прежде чем мы его начнем хочу поздравить мою подписчицу давнюю подписчицу Ксению Заяц с днем рождения давайте все вместе пожелаем ей здоровья счастья удачи всего самого наилучшего и пусть все сбудется все что она сама себе загадала еще раз Ксения с праздником вас с днем рождения ну а мы подлетаем к откосам посмотрите здесь какая красота разворачиваемся и начинаем свое движение в сторону в сторону моста милекчи смену вот здесь все уже готово и мы летим дальше ну а мы вот начинаем с вами посмотреть навесик сделали как положено от солнца начинаем от моста 316 метров длиной 12 опор с радиусом 1500 метров и вот сбой с бочку летим с вами посмотрите кстати вот и видно где течет речка биель вот хорошо видно как она уходит под мост вот с правой стороны и как она уходит в ущелье поворачивая направо и ведь чудо там вот так блестит вроде как какая-то водичка наверное там вот открыли как говорится движение для реки моста уже готов все здесь потихонечку вывозят вот мы можем с вами убедиться здесь что все красиво вот здание охраной здесь уже тоже на завершающем этапе строительства ну вот если смотреть по внешним признакам то все готовы здесь может быть уже идут отделочные работы внутри там ну нам здесь вот не видно ну вот если посмотреть здесь вот утеплитель вот по периметру где фундамент ставят ну это бытовочка где строители две емкости лежит вот пока еще не вкопали их землю но это уже не так страшно насыпь что насыпь вот как она была так и здесь никаких пока работ не ведется по состоянию на тот ролик который мы вот здесь пролетали с вами это кстати было не очень давно но может быть что-то здесь какие-то шевеления думал появится но вот никаких пока скотопрогон гуси провод как его назвали путепровод однопутный двухпутный вернее заняюсь готов полностью но и также здесь не откосы ничего не делают не облагораживают не знаю чем это связано сказать не могу но факт остается фактом ну и вот посмотрим здесь вот чуть чуть побольше по моему мнению стала рельса шпальной решетки с левой стороны вот укладывают здесь ну а так собственно говоря сама насыпь готова перетоки и вот как мы здесь видим с вами есть ну вот я не знаю только лотки водоотводные вот вдоль насыпи с обеих сторон идут но вот больше с этой потому что уклон весь идет с левой стороны посмотрите и уходит в правую вот железобетонных лотков я не вижу здесь вот насыпь облагорожена лоток есть для сбора воды ну а вот бетонных лотков не вижу потом по которым будет вода течь и чтобы не размывала грунт ну вот наверное будут ставить со временем но пока по крайней мере пока этого нет так ну идем мы дальше справа у нас поселок октябрьская вечером уже сильно вечером снимал пол восьмого где-то так что солнце садилось ну видно все нормально ну и вот посмотрите здесь что у нас ну здесь тоже самое хотя вот здесь вот видите рельсы в две нитки уже шпалы вот этот кусочек уложены ну и собственно говоря вот мы перехватились с вами как он был здесь проезд так и пока я остался стоит гусеничный экскаватор ну вот уже работы завершены закончились ну и здесь посмотрите все вычистили но наверное готовят готовят под отсыпку насыпи и вот мы подлетаем с вами к перетоку реки милегче смея здесь вот как раз очень так с моей точки зрения неудачно получилось и лэпы стоят линии электропередачи и река прям здесь же переток имеет милегче смея вот построили два микротоннеля соединили сделали но пока пока не отсыпают их хотя потихонечку уже начали засыпку ну вот тоже здесь пока вот так видите здесь широкая насыпь какая в этом месте и уходила дорога на новую более ответвление было вот влево уходила больше так как по старой местности там археологические раскопки и поэтому решили перенести дорогу ну а к тому времени уже построили переток потом его разбирали и по-другому удлиняли там и поэтому вот посмотрите вот старая насыпь и новый кусочек вот как пойдет но тоже пока он уже выросли кусты какие-то по моему тоже ничего не делается но вот бог узнает как ну наверное сейчас силы все бросят туда ну а это вот дорогие друзья путепровод который ранее предназначался для северного обхода города керчи с паромной переправой затем надобность в этом обходе отпала так как пустили автомобильный мост и паром тоже почти прекратился существование есть там пару паромов ходит но и вот кстати подешевел он 500 рублей теперь стоит на автомобиль перевести паромом 500 рублей против 1900 по моему если мне память не изменяет когда моста еще не было ну и соответственно там и большой автобус около 5000 по моему стоит против там 15 или 16 тысяч свое время так что вот теперь можно когда ради экзотики прокатиться и на пароме с машиной вместе до порта кавказ а эта идея может быть как-нибудь и соберусь чего за 500 рублей ну и вот мы посмотрели с вами объездную дорогу которая будет скоро сделана она нужна будет для того чтобы пересыпать существующую дорогу керчь багерово сейчас мы этот мест точки точку где будет пересып увидим ну и скажу вам сразу что дорога щебень а полностью отсыпан утрамбованы и вот уже можно в принципе укладывать асфальт но пока тоже с этим делов еще нет ну и потихонечку пролетим вот особенно вот это место мне всегда нравилось здесь уже все откосы зеленые как будто этим откосом уже лет 50 уже вон и пришивые места есть кое-где проплешины в траве ну а в основном все зелененькое вот что значит дождички прошли и сразу травка заколосилась ну и вот мы подлетаем с вами к месту пересечения железной дороги и пока еще существующей дороге багерово-керчь или керчь багерово слева багерово справа керчь вот если для ориентиру и посему вдоль всей вот железной дороги штробы прострабили здесь глубиной где-то полметра может быть сантиметров 60 но видимо какие-то кабеля будут прятать для железной дороги пересекаем с вами автомобильную дорогу как вы видите здесь пока никаких действий не было произведено да и собственно и здесь вот как все сделали так вот и рельсы лежат существующая дорога керчь джанкой видимые работает никаких в нее пока врезок не было по одной врезке стрелок было здесь и в начале поселка и в конце поселка туда же я помню 46 стрелка номер ну а пока вот больше других собственно говоря здесь действий никаких и нет хотя вот уже все готово подвели рельсошпальную решетку можно уже переключаться переводить железную дорогу ну хотя как переводить щебня еще нет даже не подсыпана не подрихтована не подбито ну видимо все-таки ждут когда соединят дорогу в районе тоннеля и вот сюда дальше чтобы щебень возить хотя щебень уже можно возить просто легко можно возить через существующую ведь ветку керчь-аршинцева она уже соединена с мостом и по ней уже можно смело возить щебень но пока вот тоже дальше не полетим там ничего интересного нет никаких видимых изменений но и вот немножко поднимемся вверх заглянем на поселок такая дымка всегда стоит когда жара ну и вот такой у нас сегодня получился ролик я на вам хорошего до новых встреч в новых роликах